Привет, друзья! Мы Игорю показываем, как умеет летать наша машина. Как тебе, Игорь? Крылья? Во! Самое главное, что они не картонные, как у Икара. Взлетел, сгорели, упал. Ну, что я могу сказать? Ну, просто душа радуется. Около такого агрегата-то походить, тем более, лупешки, наконец, вылезли из чрева. Да, есть такое дело. Арман, самое главное, вот узнаю из детства своего некоторые детали, которые на этом автомобиле очень органично вписались. Икарус. Щетка от Икаруса, да? Щетка от Икаруса, привод от Икаруса. Ну, вижу в глазах, откуда ты знаешь, что это Икарус? Да. У меня дядя родной был водителем транспортного предприятия в городе Курске и ездил именно на Икарусе. Поэтому, что такое Икарус, то это такое, что из-за машины, которая по холмам города Курска лазила. Ну, не только Курска, много где. Нет, ну, мое детское детство там прошло. Они были и рейсовые, были междугородные, да, междурайонные. Дядька работал на рейсовом, то есть чисто по городу. А город Курск, он же весь вот такой вот. Ну, да, да, да. Это интересно. Да, действительно, щетка, действительно, это Икарус и механизм. Сам механизм не знаю, а вот щетка точно, да, Икарусовская. Хотя, скорее всего, тоже, ну, вот, прям от нее и не двигали. Ну, слушай, похоже, что прям вот кусок взяли от него, все, весь механизм. Потому что, в принципе, эта машина, она и есть сборная солянка. Потому что мы сходимся к тому, что фары это прям Porsche 968, вот, потому что они прям по форме идентичны. Я уж не сверял, каталожный номер на них не искал, но учитывая, что надо будет восстанавливать механизм подъема, либо свой колхозить, или армянец, как там по-русски, значит, ну, надо будет выяснить, кто же это все-таки, вот. Нет, хорошо сказано, армянец, ну, отдать должное людям, рожденным в Армении, они любят что-то изобретать и делать. Ну, и хорошую, красивую обувь делают всегда уж, отдать должное. Не знаю. Ну, не знаю, но вообще-то все, кто занимается обувью, очень хорошие, кто делает обувь. В советское время, да, это было. Да и сейчас, кстати, самое интересное, тут буквально год назад столкнулся с Армянином, который делает в Егоревске, делает обувь на заказ Армянин. Понятно. Очень шикарная, хорошая обувь. В общем, сейчас ведем переговоры с ребятами, ну, планируем как бы снять кузов, сделать ревизию полностью по раме, по подвеске и всему остальному, заменить радиатор, скорее всего, на более широкий, потому что место позволяет, а обдув у него достаточно маленький. У него весь обдув, это в бампере отверстие, которое придется впоследствии, скорее всего, номером закрыть. И вот эта вот часть, как так называемая решетка. Ну, еще и аккумулятор стоит. Да, еще и аккумулятор закрывает большую часть радиатора, поэтому аккумулятор, скорее всего, перенесем. Вот. Ну, как бы, в общем, будем готовить. А Карлсона у него нет? У него Карлсон принудительный, но к нему обязательно должен быть диффузор, потому что вот между радиатором и вентилятором должен быть обязательно диффузор, иначе он не работает. Но, учитывая, что в пиковых нагрузках его не хватает, у меня в плане еще спереди поставить вентилятор, который будет там, условно, принудительный, либо повесим датчик в разрыв, и все. А я смотрю, у тебя двери уже не съемные? Они уже не съемные. В этот момент их надо было вытекать из машины? Да, мы убрали, ну, надо будет убрать вот эти остатки замков, мы убрали уже штыри, сделали временные петли для того, чтобы попробовать там понять, как их подогнать. Ну, их сейчас надо менять форму немножко, но это вот прям два болта и немножко сварка. Газлифты? Газлифты, да, я уже начал ездить по магазинам, подберем по длине и, скажем так, ну, внешне, ну, максимальная длина. Поставить от Nissan X-Trail привода электрические не пойдут? Или долговато будут? Слушай, я боюсь, что знаешь что, что может не выдерживать дверь. Почему? Потому что она стеклопластик, ей 40 лет, местами тут уже вот надо восстанавливать, прям склеивать. И если говорить о приводе, то нагрузка большая на дверь. Хотя, ну... Ну, нет, я просто как идея, потому что у X-Trail она тоже пластиковая дверь. Сзадняя. Да, я знаю. Подожди, но мы можем же усилить какой-то каркас, условно, прокинуть. Теоретически, да, практически весь этот каркас будет у тебя с левой стороны возле плеча. Ну, обещание. Возле локтя. Это уже как бы... То есть, вот, твой левый рукав, условно, вот здесь вот. Ты к тому, что там зацепиться некуда, и каркасы внутри никакого... Есть точка крепления одна, вот точка крепления вторая. И она рассчитана на то, что ты его поднял. Вот в этом положении центр тяжести сместился вдоль самой двери, и вот этой ломающей нагрузки как бы уже нету. Да, то есть вот этой вот тряски. Соответственно, ты когда рукой его поднял вверх, у тебя амортизатор держит его в верхнем положении. Вот, ну, скажем так, я сейчас небольшое усилие прилагаю для того, чтобы дверь держалась. Но, если говорить о том, что ее надо опустить, мой пальчик сделает хрусь. Вот, поэтому вот в таком... Весит она? Ну, она весит килограмм, нет, побольше. Я думаю, что ближе к 30. А учитывая, что там нет ни замков, ни ручек, ни обивок, а это все еще добавится. Здесь нет уплотнителя, который надо сделать, и так далее, и так далее. Ну, при всем при этом автомобиль колхозный, багажник больше. Огромный, просто огромный. По меркам... Ребята, ну... Слушайте, ну тут есть секрет еще какой. Он большой, не потому, что он большой, а потому, что он колхозный. Тут было две модификации. Ты мог его сделать передним моторным, мог сделать задним моторным. То есть, у них было рассчитано, что вот здесь может стоять мотор. А можно вопрос из зала? Я помню, там маленький у нас бензобак, да? Да. Литров на 15. Я думаю, мы до Печаева будем с многими заправками ехать, да? Ну, ради одного мешка до Печаева на этом ехать бессмысленно. Нет, почему? На этом эвакуаторе она хорошо поедет. Ну, так для этого бак не нужен. Бак не нужен. Или ты все-таки стоишь в колокольне, что это, самураю неважна цель, важен путь. Мы на баге уже в Санкт-Петербург друзьям возили картошку. Ну, понятно. Слушай, ну, подумаем, подумаем. Ну, багажник можем сделать. Правда, дверь тогда будет не открываться. Пассажирский бензобак. Ну, вот сюда добавим спелькачной насос, и все будет хорошо. Тогда картошку класть некуда. Я, конечно, все понимаю, Евгений, но вот туда залезть, вот потом как оттуда вылезать, вот это интересно. А ты попробуй. Запросто. Дай бог. Не, ребят, ну это, конечно, классно. Так, сюда мы практически попали. Хотя гибкость уже, гибкость на седьмом десятке не такая. Не, ну теперь смотри, какой нюанс. Это потолок уже. Ай, елки-палки. Это тоже потолок. Не, я, конечно, потом за кадром скажу одну фразу. Ну, это будет за кадром. Да, за кадром нельзя, но она очень хорошая. Ну, ребят, я что могу сказать? Ну, космолет. Да? А обзор как? Обзор, ну, никакой. Никак, да. Да, и будем идти по приборам. Ой, елки-палки. Ну, классно. Так, теперь будем пытаться вылезти. А это уже будет квест. Так. У меня есть трос буксировочный, лебедка, если что. Одно копыто достал. Ребят, второе копыто достал. О, слава Господи. В общем, делай так упражнение один раз в день, и все будет хорошо. Слушайте, тогда не нужен и зал тренажерный. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, хорошо. Очень радует.